Парламентский день традиционно проходит каждый квартал. Это именно тот формат, когда депутаты могут увидеть все проблемы муниципалитетов, что называется, своими глазами. У спикера парламента и председателей всех постоянных комитетов отдельная насыщенная программа на весь день. И так уж заведено, что все подобные визиты носят тематический характер. В этот раз, естественно, была выбрана тема туризма. Кириллов входит в первую пятерку туристически развитых районов нашей области. И мы бы хотели посмотреть, как развивается здесь туристическое направление. Это еще важно, потому что мы сюда приехали в канун нулевых чтений бюджета, когда еще можно скорректировать бюджет в ту и другую сторону. Если мы увидим, что есть какие-то проблемы, то мы можем областным бюджетом помочь Кирилловскому району. Что такое туризм в Кирилловском районе? Монастыри, церкви, музеи. Так было до недавнего времени. Так называемый «тихий отдых» не сказать, что отходит на второй план. Но с каждым годом его все больше отодвигает в сторону отдых активный. Яркий пример – это база, которая всего за пару сезонов превратилась в мощный туркомплекс. Сюда приезжают уже из других регионов. Озеро, рыбалка, лыжи, снегоходы, сауны – полный набор развлечений на любой вкус. На мой взгляд, таких баз в нашем регионе может быть не один десяток и не два десятка. Это привлекательное направление, дающее новые возможности для развития региона. Мы видим, что если есть желание у администрации, у главы районной администрации, у главы сельского поселения, у команд глав, есть желание у депутатов, желание двигать определенное направление, то и результат возникает. В числе альтернативных маршрутов и этот маленький музей в сельской школе. Он посвящен герою Советского Союза Евгению Николаевичу Преображенскому, уроженцу Кирилловского района, человеку, который уже в августе 1941 года участвовал в бомбардировках столицы Гитлеровской Германии. 13 тяжело груженных самолетов, еле оторвавшись от земли, взяли курс на Берлин. Впереди летели командир корабля Евгений Николаевич со штурманом Петром Ильичом Хохловым. Этому музею уже несколько десятилетий, но на экскурсии сюда приезжают целыми группами. Есть кому рассказать, есть о чем рассказать, есть желающие послушать. Но вот условия оставляют желать лучшего. Мы для того и приехали сюда, чтобы посмотреть на месте, что это себя представляет, этот музей, какие у нас возможности у местного, у муниципальных образований на местах. И чем можем поддержать со стороны законодательного собрания, правительства Вологодской области. Может быть, выйдем и на более высокий уровень на правительство Российской Федерации. Развитие различных направлений отдыха – это только один из шагов по привлечению туристов. Если человек не будет чувствовать себя комфортно, а уж тем более безопасно, его не удастся заманить никакими красотами. Это новейшее сооружение не увидит ни один путешественник. Но именно отсюда в Кириллов поступает чистая вода. Начиная с этого года и местные жители, и гости города могут быть спокойны. Она соответствует абсолютно всем нормам. Все, что здесь сделано, это сегодня на хорошем, приличном уровне. Это сегодня может соответствовать по качеству воды закону 416, по которому сегодня мы все обязаны жить. К сожалению, немного сегодня в области объектов водоочистки, которые соответствуют этому стандарту. Здесь это есть. Бесспорно, Кирилловский – один из самых динамичных развивающихся районов нашей области. Но, как и везде, проблемы есть. Еще одна из традиций парламентских дней – каждый председатель комитета берет на контроль как минимум два вопроса и обязательно доводит их решение до конца.